ТОЧКА НЬЮЗ Когда в одном предложении мы слышим имена Блейк Лайвли и Райан Рейнольд, становится ясно, что эта парочка снова друг друга троллит. Но на этот раз дело оказалось посерьезнее. Лайвли отписалась от мужа в Инстаграм. Девочки, вот только не надо сейчас гуглить цены на билеты в Голливуд. У этой пары все в порядке. Блейк удалила все фото и отписалась ото всех, в том числе и от мужа, не просто так. Видимо, это рекламная акция к фильму «Простая просьба», который скоро выходит на экраны. По сюжету героиня-актрисы загадочно исчезает. Персонажа Блейк зовут Эмили и, отписавшись ото всех, актриса подписалась на несколько девушек с именем Эмили Нельсон. Но Райан был бы не Рейнольдс, не подшути над женой. Во время одного из интервью актер на вопрос о том, что жена его расфоловила, заявил, что ужасно таким образом узнавать, что тебя выгнали из дома. Если у этой семьи проблемы оказались шуточными, то в семье Меган Маркл дела обстоят похуже. Ее родственники, вместо того, чтобы радоваться тому, что Меган скоро станет членом королевской семьи, строят девушке всяческие козни. От зависти, конечно. Сводный брат актрисы написал открытое письмо принцу Гарри, которое опубликовал журнал «Интач». Парень уверяет, что брак с его сестричкой – самая большая ошибка в истории королевской семьи. Если вкратце, то Гарри не ведает, что творит и не знает, какую змею на груди пригрел, ведь Меган только и рвется к власти, а сама зазналась и не общается со своей семьей. И даже про отца забыла, как только он разорился. Меган легко можно понять, учитывая, что этот же самый братец был судим за то, что приставил пистолет к голове своей невесты. Кажется, этот парень просто не очень любит свадьбы. Томас настойчиво призывает принца Гарри одуматься и отменить свадьбу, пока не поздно. Интересно, что думает бабушка Елизавета. «Шесть лет подожди, потом сними» – так делает Кристина Агилера со своими клипами. Певица представила первый за последние шесть лет клип, и теперь у поклонников все разговоры, что о новом видео на песню «Экселерейт». Агилера мокрая, сухая, голая, одетая, с мейкапом и без, в липкой жидкости, которую как будто позаимствовала из клипа «Вдох» Лены Темниковой и с блестящим сиропом на губах, который наверняка подсмотрела у глюкозы в клипе «Таю». И пока все те обсуждали ее сильную прибавку в весе, певица показала всем, какой эротичной она может быть. Ну наконец-то западные звезды стали подсматривать фишки и у наших. Ну вот прям молодцы. Точка Ньюс Оказывается, не только девушки парятся по поводу фигуры и каждый день встают на весы с надеждой. Каньи Вест тоже на этом заморачивается. Но если прекрасный пол предпочитает убиваться в спортзале и есть на ужин воду, то Каньи предпочел радикальные меры. Он расстается с жиром с помощью скальпеля. В недавнем интервью Вест признался, что сделал липосакцию. Это было два года назад, как раз перед его мировым турне с новым альбомом. Рэперу очень хотелось быть стройным, но времени на похудение не оставалось. Вот он и пошел вдаваться хирургу. Тот свое дело сделал, Каньи похудел. Но чтобы швы от операции поскорее зажили, врач выписал знаменитому пациенту сильные обезболивающие, которые, как оказалось, вызывают зависимость. Именно из-за этих таблеток в 2016-м Вест загремел в больницу с психическим расстройством. И если бы не помощь медиков, кто знает, чем бы для мужа Ким Кардашьян закончилась эта гонка за стройностью. В общем-то, мы догадываемся, куда отправился жирок с бочков Каньи. Наверняка на липофилинг. Кажется, Ким своими формами развила в бедном парне комплекс неполноценности. Да что говорить про Каньи, которого Ким вдохновила на улучшение. Если даже ее отчим однажды возжелал себе такие же формы и стал трансгендером. И как оказалось, это еще не все, на что он способен. Когда-то 68-летний Брюс Дженнер был мужчиной. Каньи состоял в браке с Крис Кардашьян целых 24 года и даже стал отцом двух дочерей – Кэндалл и Кайли. Но в конце 2017-го он сменил свое имя в паспорте на Кейтлин и сделал операцию по смене пола. Но при этом на парней он не переключился. На днях таблоиды сообщили, что у него роман с 21-летней трансгендерной моделью Софией Хатчинс. Папарад сейчас ловили пару вместе во время прогулок, а София публиковала совместные фотографии с отдыха и светских мероприятий. Догулялись. Теперь голубки не только вместе живут, но и собираются сыграть свадьбу. Джиджи Хадид снова вместе с Зейном Маликом. Фанаты в восторге, да и сама парочка выглядит счастливой, как никогда. Возможно, поэтому сейчас модель не до скандала, который разгорелся из-за ее новой обложки для журнала «Бок». Майская обложка итальянского журнала возмутила поклонников Джиджи. Дело в том, что узнать 23-летнюю модель довольно сложно. Ее снимок подвергся такому фотошопу, что Джиджи стала немножко Наоми. «Зачем ее так отфотошопили? Она стала человеком другой расы. Зачем они сделали с тебя темнокожую модель, когда есть довольно много реальных моделей с таким цветом кожи?» – пишут комментаторы. Сама же Джиджи-съемка осталась довольна и объяснила фолловерам, что загар и такой фотошоп – это фирменный стиль фотографа Стивена Кляйна, которого она, между прочим, очень уважает. Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. С вами была я, Дарья Сахарментова. Пока! «Точка. Ньюс». Концерт с доставкой на дам. Смотри в программе «Личная сцена». «Артик без Асти» – как танцевальная музыка без «Артик» и «Асти». Эти двое уже давно поселились на всех танцполах. Энергии дуэта хватит на всех. 11 мая в 19.00. Сольный концерт здесь и сейчас на телеканале «Жара». Орбarel» «Жарта» «Жарта»